Освежающие потоки Как мы назвали эту конференцию, это непосредственная встреча с Богом. Потому что, знаете, вот момент такой, когда ты хоть жаждешь, ты хочешь пить, тогда приходит всегда чувство, что ты должен куда-то прийти, зачерпнуть и напиться, утолить свою жажду. Когда мы приходим к Богу, мы на самом деле жаждем получить с Ним отношения, некоторое изменение, наполнить себя Его присутствием. Когда мы молились в прошлую среду за освежительные потоки, за эту конференцию, Господь положил мне один псалом, 145-й псалом, с 5 по 6 стих. И вы знаете, эти строки Писания, они очень и очень вдохновили меня и тех, кто молились за эти потоки. Речные потоки веселят град Божий. Вы знаете, вот именно эта река жажды, которая сегодня существует в народе, она веселит град Божий. Святое жилище Всевышнего. Бог посреди Него. Он не поколеблется. Бог поможет Ему с раннего утра. И вы знаете, когда я читал эти строки, они вдохновили меня. Вдохновили тем, что то, что мы делаем, и то, что Бог положил нам три года назад сделать в Одессе, служит основанием для многих пробуждений, многих изменений в этом городе. И каждое изменение начинается, в первую очередь, с нас. С людей, может быть, не сильно богатых, незнатных, может, простых людей, работяг, которые работают здесь, в Одессе. Либо, если вы гость в других городах, начинается все от нас, нашей жажды. Вчера многие из нас присутствовали на вечернем открытии собрания или же конференции о служительной потоки. И вы знаете, когда я после служения спросил многих пасторов, которые были на открытии, на вчерашнем вечере, они сказали, нечто особенное. Говорят, чаще всего ты переживаешь Бога вот в первых рядах, вот здесь, когда ты ближе, может быть, к прославителям, к хвалебникам, к тем, кто славит Бога к музыке. Ты как-то особенно переживаешь Бога. Но они сказали, что когда мы только вошли, некоторые пастора просто из-за задницы своей, они опаздывали. И они заходили, и люди уже говорили, как много Бога на этом месте. И это не только благодарность тем, кто словословил, хвалил Бога, или же тех гостей, которые к нам приехали, это Брия Блессингс из Львова. Она простая девушка из Техаса, которая полюбила Украину, приехала сюда, выросла здесь 20 лет. И эта страна стала ее родиной. Вы знаете, это удивительно. Конечно же, наша Родина небеса. И мы все стремимся к небесам, потому что это сущность верующего человека. Но цель трехдневной конференции – собрать жаждущих людей для поклонения Богу. Этот принцип, который мы взяли, трехдневная конференция, которую мы заложили три года назад, И, конечно же, ее вдохновителем этой конференции стал Сергей Ашаджанашвили. Мы много разговаривали, много лет, и вот три года назад это осуществилось. Сегодня этот проект вышел за рамки нашей общины. Сегодня это проект города, проект многих общин и церквей, которые участвуют в этом проекте. И мы очень благодарны. Я, знаете, благодарен Богу, что многие люди, которые жаждут Бога, они приезжают с разных мест. И Хмельницкий, Ровно, приезжают из Киева, приезжают из Николаева. Люди, которые приезжают из других стран, в прошлых годах у нас были. Но это время, время искания Бога. Я также благодарен тем, кто люди, которые открыто сказали себе, «Подожди, я устал, мне надоела эта пустыня, мне надоело вот это состояние просто приходить в общину, потому что я должен это приходить, потому что я христианин, знаете». Как в старом этом анекдоте, мужчина просыпается рано утром и заявляет, «Сегодня в церковь я не иду». Мама ему говорит, «Сынок, но это надо». Дети ему кричат, «Папа, кто нас повезет в церковь?» Жена говорит, «Тебе нужно пойти в церковь, дайте мне хотя бы одну причину, зачем мне туда идти». И мама говорит, «В первую очередь ты пастор». Вы знаете, многие люди на каком-то этапе своей жизни, христианской жизни, верующие, чувствуют себя, что они долго уже в пустыне, нет этой воды. И я благодарен тем, кто искренне сказал себе, «Я больше так не хочу». Я хочу использовать это время, этих три дня, чтобы найти Бога, иметь эту встречу, наполнить им свою жизнь, чтобы мы или я обновился, стал сильнее в Боге, освежился в своих чувствованиях к тому, кто создал все. И вы знаете, это Божий град, место, где Бог хочет пребывать. Мы уже говорили о том, что название этой конференции – освежительные потоки. И я благодарен Богу, что эти потоки, они веселят Божий град, Божие место, престол его. Хочу начинать со второй главы, или со второй книги, в Таразаконе, Моисея, с исхода 25 главы. Я прочитаю несколько мест писаний из главы, то есть я буду отрывками читать несколько стихов, потому что там говорится о нечто большом, то, что Бог запланировал для Израиля, и пребывать в этом состоянии Божьей славы при отношении с Ним. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение, и от всякого человека, у которого будет сердце, принимайте приношение». У кого будет усердие? У кого будет усердие? Вы знаете, когда я читал эти местописания, мне Бог говорит, посмотри. Бог говорит, скажи Моисею. Моисей, скажи народу. Пускай, скажи сынам Израиля, чтобы они сделали мне приношение. Как вы думаете, как можно делать приношение Богу, которому ты не видишь? Чаще всего не знаешь, кому даешь, что ты делаешь. Но больше всего здесь впечатляет, что то, чтобы, знаете, приносить, нужно верить, что Он есть. К Богу, Который всесильный, всемогущий, Бог, Который вывел их из рабства. И Он говорит, от всякого человека, у которого будет усердие. Это не просто те, кто принесет какие-то финансы, либо кожу, либо шерсть, либо что-либо другое. Но говорит, нет, у того, которое будет усилие, усердие. Царство небесное, оно восхищается чем? Тем же усилием, тем же усердием, тем же состоянием, когда мы хотим что-либо сделать для того, чтобы мы сделали место переживаниям с Богом. И восьмой стих. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Они устроят мне святилище. Не Бог сверхъестественного, как, знаете, иногда часто говорят, вот эта скала какая-то там, какого-то пророка. Пророк сидел там, вот его пята, отпечаток его пяты там, понимаете, там вот, и все. А Бог говорит, нет, секундочку, я не собираюсь для вас сверхъестественно строить какой-то шалаш, шатер, выжигать пещеры специально в горах, чтобы вы там поклонялись. Чтобы вы не почувствовали, что это какое-то сверхъестественное. Вы потрудитесь, вы примите участие в том, что называется отношение. Я предлагаю вам встречу, но для этой встречи нужно приготовить место. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Там я буду открываться тебе, говоря с тобою под крышкой, над крышкой. Вот эти места описания я беру в основу, для того, чтобы говорить о поклонении, о самом-самом важном и удивительном отношении с Богом. Мне очень понравилось это слово, устроят они мне святилище. Вы знаете, очень интересно, потому что, когда мы говорим о святилище, многие из нас уже весьма умные. Мы не живем 200-300 лет назад. У каждого из нас сегодня, если нет Библии, то есть электронный способ достать любые приложения, чтобы почитать. Если мы хотим, мы читаем, и многие из нас изучают, смотрят Писание, многие из нас и ищут ответы на вопросы. И когда мы говорим о святилище, когда мы говорим о местопоклонении, сразу мы вспоминаем несколько мест. Мы вспоминаем о том, что Моисей устроил скинье собрание, которое перемещалось в пустыне. И мы вспоминаем о храме, который построил Соломон, который был потом разрушен и опять восстановлен. Мы вспоминаем о некоторых местах Писания, которые в действительности напоминают нам об устройстве некого места, в котором человек встречался с Богом. Но вы знаете, если глубоко рассмотреть, мы можем посмотреть не только те места, где Бог указывал именно на встречу с Ним, а вот скинье, либо храм. Мы увидим меж-такие вот пространственные встречи с Богом. Наши праотцы, апатриархи, они строили жертвенники из камней, которых называли именами Бога. То место поклонения, которое было, и они были в разных местах. Мы видели потом, когда Моисей построил скинье собрание, и она перемещалась вместе с Израилем по пустыне, пока не пришли в место уже избрания. И знаете, во времена Давида, который увидел нечто особое время, время, когда скинье собрание и служба, поклонение было в одном месте, а сам ковчег, где Бог говорит, я буду говорить над крышкой, находился в другом месте. Потом был храм, который построил, величественный храм, который построил Соломон. Это был величественный, великолепный храм, и Бог являлся там священником. Там были правила, там были некие, знаете, моменты, где что можно было делать, что нельзя. Это благоволение, это песни, это музыка хвалебная. Храм был чудесный, и во время переселения храм был разрушен. Вы знаете, Бог все равно, Он Бог тому, кому поклоняются. Мы можем много найти мест Писания из Танаха, слов Иврита, либо новозаветних слов, которые означают поклонение. Я не буду их говорить, я буду говорить не о словах, которые что они означают, а чувства, что Бог желает провести с нами, что Он хочет с нами сделать. И вы знаете, во время, когда был храм разрушенный, народ плакал, и вместо того, чтобы, знаете, вот, ну, горечь больше была в Израиле, они нашли выход, выход, который назывался собранием, по-другому синагога. Место, где они именно не только изучали Писание, не то место, где они, знаете, вот, учились грамоте, то место, где они имели поклонение. Храм был разрушен, через время они восстанавливают храм, но синагога не теряет своего места и влияния в диаспоре, либо в самом Израиле. Мы смотрим уже позже, когда, в то время, когда Ишуа, наш Машиих, живя здесь, на этой земле, Он приносит некое послание, послание отношению с Богом. И мы вспоминаем самаритянку, то это совсем недалеко от места, где раньше стояло скинее собрание, там, где был Иаков, где был его колодец. Он встречается там, самаритянка, с которой имеет диалог, и Он говорит, воистину Бог ищет поклонников, которые поклоняются Ему в Духе и Истине. Он начинает говорить новое откровение, которое означало независимость, независимость от, где существует храм, или то место, которое, знаете, вот, специально посвященное для поклонения. Ишуа говорит, есть отношение, которое намного глубже, где двое или трое собрались во имя Мое, там и Я посреди вас. Бог ищет истинных поклонников, которые поклонятся в Духе и Истине. И этим желанием, вот, Он делится с народом. Он приносит новые отношения. Почему? Потому что буквально через 40 лет, после Его распятия, храм был разрушен. Горечь пришла опять народе. Это, знаете, вот, все, вся надежда, все упование, которое Бог вложил в Израиль, о Мессии, было вложено в храм, красоту Его, храма нет, и такое, знаете, вот, вечная скорбь нашла на наши народы. Но Ишуа уже приготовил этот путь. Он уже предоставил нечто новое. Как мы говорили, Бог усматривал нечто, иные пути. На всем протяжении человечества Он усматривал место поклонения. И место Его убежище. Мы разговаривали с Брией. Ее папа много лет назад получил откровение, которое означало, знаете, вот, нечто особенное. Это помощь еврейскому народу, служение еврейскому народу. И когда она, мы ее встретили, сказали, добро пожаловать в мессианскую общину. Говорит, если бы я знала, если бы я знала, куда я еду, я бы папе рассказала бы. Ее папа много лет назад получил откровение о том, что будет времена и сроки в бывшем Советском Союзе, где народ Израиля будет гоним. И во время гонений, которые будут, надо построить места убежища. Место убежища. И Одесса, если вы помните, много лет назад было пророческое слово, что Одесса станет городом убежища. Не для всех национальностей, а особенно для еврейского народа. Что верующим людям нужно приготовить место, где еврейский народ будет чувствовать себя в убежище. В некотором месте, где они будут безопасности. И если мы будем искренны сами собой, то мы поймем, что когда нам сложно, когда у нас трудности, когда у нас переживания, мы пытаемся найти место, где уединиться, то есть спрятаться от обстоятельств, которые преследуют нас. И в этом месте мы находим Бога. Правда, нет? Вот когда сложно, когда переживаем, когда какие-то ситуации, мы уединяемся, что бы то ни было, маленький уголок, но мы ходим туда, и мы говорим, Боже, Ты мой Бог, на Тебя уповая, Ты крепость моя, Ты защита моя, Ты моя помощь. Вы знаете, что мы делаем? Мы начинаем поклоняться Ему. Потому что нет такого Бога. Нет такого, как Ты. Только Ты можешь спасти меня. И Царь Давид описывает в Псалмах. Псалом 26, 1 стих. Господь свет мой, спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Псалом 27, 7. Господь крепость моя, и щит мой, на него уповая сердце мое. Он помог мне, и возрадовало сердце мое. Я прославляю его песню моею. песни своей. Я восхваляю его тогда, когда я чувствую себя в убежище, в доме безопасности, тогда, когда все сложности я могу переложить на него, потому что я понимаю, ничего я не смогу сделать. Господь крепость народа своего, и спасительная защита помазанника его. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрыться «Ты заповедовал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя, Ты, Господь Бог, Ты, Господь». И вы знаете, Бриен Пава построил дом. Много лет он его строил. Сверхъестественно, Бог ему дал за городом, за Львовом дом. Бог ему показал, он построил. Там двенадцать комнат. Не знаю, почему двенадцать, наверное, двенадцать колен Израиля. Как они будут высчитывать, кто из какого колена, я не знаю, но они смогут собирать до тридцати человек. Для чего это нужно? Только ли спасти? Только же переждать какие-то трудные времена? Наверное, нет. Убежище всегда имеет причину встречи с Богом. Убежище всегда заставляет человека искать сверхъестественное, то, что нам не в силе исправить. Только Бог это может сделать. И вот в этом месте исхода, когда мы читаем, Всевышний призывает народ для добровольного пожертвования, чтобы сделать место, сделать сбор для того, чтобы построить, устроить место встречи. Добровольно. Бог никогда никого не заставляет идти навстречу. Бог никогда не заставляет строить что-то, что не принесет успеха. И Бог призывает каждого из нас участвовать в этом. Например, в том, чтобы сделать эти освежительные потоки, нам нужно было много работать, много нужно было спланировать. Не все, что мы хотели сделать, мы сделали. Но я вас уверяю, малу-помалу мы устроим то место, где Бог будет с нами встречаться. Я уже зачитал Матфея 6, 20. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас». Цель хвалы и поклонения, цель потоков, которые мы делаем здесь, конференции, встреча с Богом. Двое, трое, 20, 50 тысяч человек. Мы уверены в том, что это место для того, чтобы встреча имелась с Богом. Другими словами, Бог собирает людей в собрания, чтобы с ними встречаться, когда народ поклоняется Всевышнему. Это называется встреча. «Лицом к лицу». Лицом к лицу. «Помим-эль-помим». Это слово интересное, потому что мы называем «пануэль». Для тех, кто, может быть, не знает, евреиты не читали именно в этом контексте. «Пануэль». «Помим-эль-помим». И если бы правильно посмотреть на слова, то это написано во множественном числе. Мы не говорим «лицом к лицу». То есть мы считаем, что лично я должен встретиться с Богом. Яков лично встретился с Богом. Вот эта встреча. «Помим-эль-помим». Но «помим-эль-помим» во множественном числе. Это лицами с лицами Бога. Кто из вас понимает, что у Бога Он многогранен, Он многомилостив, Он имеет много форм, которые обеспечитель, хранитель, целитель, победа, знамя и так далее. Мы имена Бога встречаем в Писании, поэтому Он к нам открывается с разных сторон Своего лица. Поэтому наша встреча не говорит «твоя одна», иметь одно Твое откровение, а откровение всего народа, всего общества, чтобы мы познали и увидели, как благ Господь. Если просто посещать служение в общине, петь псалмы, вести поклонение, служение, проповедь и не переживать особые встречи с Богом, тогда все мы не переживаем поклонение. Встреча с Богом всегда сопровождалась с переживанием Его. Хочу заострить ваше внимание на 22 стихе 25 главы, где сказано то, что должно мотивировать каждого из нас к более усиленному желанию встречи с Богом. То, что должно мотивировать нас. Не устроение, не само, может быть, вот то, что мы делаем, аппаратура, звук, приглашаем людей, не это должно мотивировать нас само действие, то, что у нас грандиозно. Можно сделать огромнейший фестиваль и ничего не иметь. Написано, я буду открываться тебе и говорить с тобою. Вот это цель. Цель устроения, то, что мы делаем. Бог хочет, чтобы мы участвовали в этом приготовлении, чтобы мы знали, насколько сложно приготовить, насколько это занимает времени, ресурсов, всего, чтобы, когда мы построим, мы могли встретить его встречи. Кто из вас, мужчины обращают, наверное, женщины тоже строили, строили, ну, не в детстве, в юности, дома или там шалаши, какие-то места, где мы, например, там, потом хорошо хотелось провести время, да? Мы всегда много времени туда вкладываем, дизайн какой-то, что-то мы ищем, мы все это строим, ломаем, собираем, и в конце, когда мы считаем, что все готово, мы чувствуем, что мы можем расслабиться, нам стало хорошо, и теперь думаем, оооо, удовлетворение пришло. Знаете, вот это Бог хочет, чтобы мы участвовали в жизни общины, либо церкви, устрояя ее для того, чтобы иметь встречу и разговор с Богом. Итак, встреча с Богом. Я буду встречаться с тобой. Когда, знаете, вот я готовился к этой проповеди, я читаю, но я не быстро читаю. Пастор Александр у нас книги напролет, одну, вторую, третью почитывает, а я читаю очень спокойно, не спеша. Я начинаю думать, что это слово значит, правильно оно, я понимаю его, потому что иногда книги, которые переводятся с английского языка, они настолько запутывают тебя, что он сказал, что он, переводчик, имел сказать в виду, а что не сказал сам автор. Я читаю очень часто, очень медленно, для того, чтобы продумать, чтобы мои мозги спешили перед моим выводом. И, знаете, когда я читал вот это, я буду открываться тебе и говорить с тобой, вдруг внезапно пришла одна мысль. А вообще, какая разница между встречей и разговором? Какая разница между встретиться с кем-то и потом разницей между говорить с кем-то? вы скажите, вроде бы никакой не должно быть разницы. Конечно же, мы живем во время, когда мы встречаясь друг с другом, мы можем общаться, правда? Мы когда встречаемся, мы пожимаем друг другу руки, мы говорим, здравствуй, приятно тебя видеть, как дела, что происходило, и мы начинаем либо слушать человека, который выливает тебе всю свою душу. Как сложно в этом мире сегодня жить после всех этих переворотов, всех этих движений, все то, что происходит, как экономика плохо работает, и ты стоишь выслушиваясь как бы тот не очень хорошую информацию, которую люди выкидывают, и ты становишься этим мусорным ящиком, чтобы принимать это все, думаешь, куда это все делать потом. Но в сущности мы имеем разговор, когда имеется встреча, но знаете, я вас могу разочаровать, в наше время, в современное время, когда у нас развитый интернет, телефонная связь и другие виды почты и так далее, мы можем общаться с человеком, не имея с ним встречи, отослать смс, если вы подросток, то у вас 25 тысяч смс за неделю, понимаете, да, мы можем послать почтой информацию, мы можем послать открытку, письмо заказное, мы можем просто позвонить, не имея встречи с человеком, можно уже общаться. Но это также и в Писании. Мы видим, что Бог посылает пророков. Не обязательно было в Неневе встречи с Богом, нужно было послать пророка. мы видим, посылали ходатая, мы посылали согладатая, Бог посылал других людей, чтобы иметь какое-то общение, донести какую-то весть. А однажды Он даже собственной рукой написал одному царю послание. Не нужно было встреча с ним лично. Но здесь, в этом месте, очень интересная позиция, что я буду встречаться с тобой и говорить с тобой. Все же, зачем с ним нужна встреча? Мы хотим, мы очень хотим. И вот в этом собрании, в поклонении, мы едем сюда на эти потоки для того, чтобы, может быть, сегодня, может быть, завтра, но за это время у меня должна быть встреча с Богом. Для чего? Мне нужно с ним пообщаться. Я могу говорить ему молитвы, но я хочу иметь непосредственную встречу. И якобы пробудился от сна своего. Это Бытие, 28 глава, 16 стих. И якобы пробудился от сна своего и сказал, истинно, Господь присутствует на месте с тем, а я не знал. И убоялся и сказал, как страшно сие место, это не иное, что как Дом Божий, это врата небесные. Вот эта фраза во время того, как встреча с Богом была, Яков просыпается, чтобы пережить Бога. И он говорит вещи, которые остались до нас. Он именно выражает таким образом, которые немножко странны, потому что начинается вот это послание с настоящего времени. Вот настоящее. Истинно, Господь присутствует на этом месте. А заканчивается фраза прошедшим временем. А я не знал. Я не знал. Прошедшее время. И вот эта фраза, она меня обескуражила немножко, потому что фактически нужно было написать простые слова. Бог присутствует на этом месте, да, а я не знаю. Правильно, да? Ну, так бы так, а я не переживаю, а я не знаю. Либо он был на этом месте, и я не знал его. То есть, это логический момент. Но Яков передает нечто иное, что может быть касаться каждого из нас. фактически он говорит о тот оборот, который он говорит, может именно в самом деле я заснул, но Бог, на этом месте, который был на этом месте, и после того, как я проснулся, он остался на этом месте, и я этого не пережил, я этого не знал об этом. Посему Бог вчера, сегодня и у веки тот же, Он не меняющийся, а мы имеем части перемен. Истинно, Господь остается на месте, на этом месте, и этого я не знал. Многие из нас действуют так. Мы думаем, что мы оставили Бога где-то там, за углом. Пришли сюда и думаем, что Он где-то там остался, а не знаем, что Он здесь, на этом месте. вы спросите меня, почему это так важно? Почему так важно сфокусироваться на том, что Бог всегда с нами? Означает только одна фраза, которая в этом стихе. Это не что иное, как Дом Божий. И следующее, врата в небо. Мы думаем, что можно спастись вне общины. Да, люди спасаются, принимают Бога, каятся, но Бог приводит его в общину, чтобы формировать из него человека, который будет жаждущим о Боге. И Он говорит, ничто иное здесь Дом Божий, и это врата небесные. Потому что только в кооперативном пославлении, только когда мы вместе, Бог говорит, я буду обитать посреди них, среди своего народа, посему община должна быть местом его присутствия. Если вы скажете, мы пришли на собрание, а там Бога не было, я вам просто скажу простую вещь, вы не были на собрании. Если вы не пережили Бога, я пришел на собрание, не пережил его, поклонялись, молились, ходатайствовали, слушали слово, и я его не пережил. Я вам скажу прямо, вы не были на собрании. Невозможно прийти к тому, о ком ожидаешь, и не иметь встречи. И можно, только по одной причине, мы этого не хотим. Мы пришли дежурной молитвой, мы пришли дежурным прославлением, пришли дежурным посещением, потому потому что так надо. Зачем Богу нужно было иметь эту встречу с Яковом? Зачем? Разве Он не мог послать кого-то? Мог. Но я думаю, что при личной встрече мы всегда имеем какой-то обмен. Например, ну смотрите, вы не можете почтой, электронной почтой передать ваше обнимание. Можно картинками, да, картинками там мы посылаем, а вот передать теплые чувства можно? Как насчет почты передать переживание скорби, а рукопожатия? Как передать это? Невозможно. Мы часто имеем это отношение с Богом, а встреча всегда подразумевает обняться, пережить. При встрече мы пожимаем руки, обнимаемся, даже поцелуем, говорим, как мы рады его видеть, того или другого человека. Так и Бог хочет встречи с нами. Он хочет нам что-то дать, передать, отцовскую любовь, отцовская благосклонность, а также взять от вас что-то. Вы скажете, зачем Богу что-то, если у него уже все есть? Он хочет взять то, что он взял у Якова, например. Перед встречей своего брата в личной встрече, Бог пришел для встречи с Яковом, для того, чтобы забрать у него страх и дать ему уверенность и благословение, я буду с тобой, куда бы ты ни пошел. Бог хочет встречи на собрании, вот здесь, чтобы взять твои переживания, твою неуверенность, может, твои чувства, которые у тебя есть, не обязательно, чтобы они на сто процентов совершились, потому что Он хочет дать тебе то, что будет полезно для тебя. Послушайте меня, как бы, внимательно в этом направлении. Бог хочет с нами встречи, чтобы передать нам нечто и взять то, что считает необходимым. Мы не можем ему указывать, что ему нужно. Яков не пытался, Господи, дай мне смелость, дай мне смелость, дай мне смелость, забери страх от меня, забери страх от меня. У него не было ходатайств на этой молитве такой. Он просто говорит, я не отпущу, пока ты не благословишь меня. И Бог избирает то, что взять и то, что дать нам. Он знает совершенство нашей мысли, пути наши, и что ему нужно, он всегда возьмет это сполна. Каждому из нас нужно иметь эту встречу. Хочу, чтобы мы знали, что всегда, когда мы приходим на собрание, ищем встречи с Богом, в то время, как эта встреча, она существует в поклонении, Бог забирает разочарование, усталость, давление, безнадегу, такую, знаете, как у людей есть, суету. И взамен дает нам то, что нам важно. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И в этом нет закона. Нету суда в этом, чтобы получить то, что нам необходимо всегда. Нам всегда нужна любовь, нам всегда нужно воздержание, нам всегда нужна праведность, нам всегда нужна кротость, нам всегда нужна вера, нам всегда нужна милосердие. Попробуйте без этих даров жить как христианин, как верующий человек. Я думаю, что это невозможно. И последнее. Буду говорить с тобой. Бог хочет говорить. Вы знаете, что Бог никогда не говорит за спиной человека. Его желание поговорить с тобою, лично назвать твое имя, поговорить. Он никогда не говорит какими-то третьими загадочными словами через каких-то еще людей, которые ты не знаешь. Богу интересно иметь отношение с тобой. Поэтому Он дал нам священное писание, которое как путеводитель, как пророческое искреннее слово, направляет каждого из нас на пути. Бог говорит, чтобы слушать. и мы встречаемся с Богом на таких собраниях, мы чаще всего знаем, что Он рядом. И в это время сколько мы Ему выговариваем, а? Сколько мы Ему выговариваем? И Он терпеливый Отец слушает нас. Исайя, извините, исход 25 глава 8 стих, и устроят они мне святилище и буду опитать посреди них. Все сделайте, как я показал тебе по образцу скини. Он говорит, я буду опитать посреди них, когда они сделают необходимое. Вообще-то это было бы неплохо, чтобы на земле было такое место, где бы мы могли бы встречаться с Богом, правда? Но вы знаете, оно есть уже. Как я говорил, Ишуа предоставил новое движение, движение, которое говорило об отношениях человека с Богом. И однажды слышал историю, человек путешествовал по разным странам, и в разных местах он видел телефоны, как, знаете, вот с Одессы можно позвонить Богу звонок за 10 долларов. Он посмеялся, думал, что это смешно, набрал монет, набрал телефон, говорит, Божья канцелярия, он говорит, неужели? А можно с Богом поговорить? Конечно, можно. Он испугался, уже знает, что Бог может ответить, положил трубку, ездил в другие страны, приезжая к стене плача и видит простой еврейский телефон. Написано, связь с Богом один шекель. Он говорит, не понял, почему бы 10-10 долларов один шекель? Ответ был очень простой. Он говорит, связь здесь у нас местная. Вы знаете, в этом когда суть есть, что мы ищем какие-то такие очень догостоящие учения, какие-то там еще поездки, конференции, какие-то еще другие движения, которые чтобы нам что-то заплатить за это много денег и что-то от него получить. А Бог говорит, подожди, я же рядом, но что стоит тебе обратиться ко мне, пообщаться со мной? Это то, что я хочу очень сильно. Евреям 8, 5 говорится, который служа образу тени небесного, как сказано было Моисею, то есть о 25 главе, которую я зачитал, когда он приступил к совершению скини, смотри, сказано, сделай по всему, по образу показанную тебе на горе. Но сей переосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучше он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Это некоторая параллель, параллель с Танахом и Новым Заветом. Все созидаемое Моисеем было именно тенью будущего. И Бог хотел смотреть на храм, как на храм живой. И Иешуа говорит, я храм, вы храм, мы являемся храмом Духа Святого, и Бог живет в нас. 2 Карифеном 6.16 Какая совместимость храма Божия и идоловы? Никакой. Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Знаете, вы знаете, что в этом месте Павел Рав Шаул, он цитирует то, что было написано в исходе 25 главы. Он начинает цитировать его, и вот мы сравним эти два стиха, в которых вы поймете, что Бог сделал что-то больше в Иешуа Мессии, не просто надежда еврейского народа, восстановления храма, каким-то образом шхина опять вернется в храм, но он говорит, я буду посреди них. Смотрите, если мы читаем исход 25 глава 8 стих, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Да? Интересно. А вот 2 Коринфян 6, 16, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. Какая разница? Он говорит, я буду обитать посреди них, рядом, вот тут рядом, а в Новом Завете в Иешуа исполняется намного глубже состояние. Я вселюсь в них, и я буду ходить с ними. Друзья, что мы делаем вне собрания? Когда Бог живет у нас. Мы не можем оставить Его здесь. Мы не можем оставить Его дома, потому что Он говорит, я вселюсь в них и буду обитать посреди них. Каково Божье желание иметь общение с тобой? Сейчас во время поклонения, что бы я хотел, чтобы происходило? Это только я хочу. лично я, Валентин, чтобы мы переживали. Я переживал Бога. Но если вы хотите переживать Бога, встречи с Ним, я верю, что это возможно, если мы приготовим Ему наше место. Он говорит, я избрал тебя храмом. Твоя задача приготовить. Если помните, я сказал, что если мы приходим на собрание, не переживаем Бога, вы не на собрании, вы где-то далеко. Задача наша перед Ним приготовить путь. Мое беспокойство в том, что если вы присутствуете на собрании, но в какое-то время, то ли в прославлении, то ли в чтении Торы, вы говорите, что-то не переживая ничего, задайте вопрос себе лично, а готов ли ты слышать то, что Бог хочет тебе сказать? Он хочет с нами поговорить? Я не знаю, как это происходит. Я не могу объяснить то время, секунду, мгновение, когда его присутствие реально становится явным. Но я знаю одно, после такой встречи люди остаются другими. Они сопровождают свою жизнь делами и желанием. Моя тревога также в том, что мы многие из нас читаем Библию очень много. мы очень много молимся, но забываем встречаться с ним. Может быть, для каждого из нас нужно убежище, то время, куда ты придешь и сможешь оставить свои ситуации, проблемы. мы это время общения с ним. Поднимаясь сейчас на наши ноги, давайте мы осознаем, что мы являемся тем местом, где Бог говорит, я поселюсь в них, буду обитать в них, я буду ходить в них. Это происходит тогда, когда мы поднимаем наши руки к нему и говорим хинени. Вот я. Аба, вот я. На этом месте в это время я нуждаюсь тебе очень сильно. Я хочу переживать тебя, как переживали наши праотцы, веря в твое могущество, силу, воскресение, веря в Мессию, который дал нам лучший путь. Он стал нашей жертвой вместо множества других жертв. Он стал нашим письмом, которое мы читаем и находим это в Писании. Он наша Тора, Он наше слово, которое живое. Он сегодня здесь с нами. Рух, Дух Святой, Он здесь, чтобы наполнить нас, напомнить нам о его словах, напомнить нам его пути. И мы благодарим Тебя, Абба, благодарим Тебя, что наша жизнь, она на самом деле не зависит от нас. Но то, что мы строим, мы всегда будем переживать. То, что мы хотим создать, и то, что было сказано для Израиля, создать, они переживали. Если мы не созидаем то место нашей встречи, мы никогда не сможем пережить тебя. То, что мы строим, что мы созидаем общину, церковь, место, где мы встречаемся с Богом, только то, что мы строим, мы сможем переживать. То, что мы вкладываем в этот смысл, мы будем переживать. Если вы давно верующие, и вы чувствуете, что вы не то строили, не то созидали, и вы хотите опять созидать то, где будет встреча с Богом, здесь все открыто. Вот тут все открыто. можно проходить сюда, поклоняться и общаться с Ним. Опуститься на колени – это одно из методов поклонения. Распростриться, то есть распростерся на полу – это место поклонения. Поднять руки – место поклонения. Возглашать место поклонения. провозглашать слово – это место поклонения. Сокрушение – это место поклонения. Жажда – это место поклонения. Только ты и твой творец поднимаешься. Поднимаем в Тебе наши руки с благодарностью за кровь, которую ты пролил за нас. и и еще на пути войти к смерти. Субтитры создавал DimaTorzok